Всем привет, с вами Арина и свежий выпуск новостей от крупного игрового портала Game Awards. Сегодня в выпуске. Вышли два новых дополнения для The Witcher 3 Wild Hunt. Провальный релиз ПК-версии Batman Arkham Knight. Анонсирован Project Genome Mo RPG-шутер в космическом сеттинге. Вышли два новых дополнения для The Witcher 3 Wild Hunt. Два новых ДЛС включают в себя новое задание, в котором можно будет выполнить контракт на убийство редкого, но опасного чудовища и уникальный набор скеллигской брони для Клотвы и Геральта. Что касается чудовища, им станет тролль. Броня окажется тяжелой, так что одев ее, вы сможете себя хорошо защитить от атак противника. Но, как уже всем стало известно, тяжелая броня негативно влияет на выносливость. Необходимо также отметить то, что все меньше разработчиков продолжает заниматься разнообразным контентом для игры The Witcher 3 Wild Hunt. Исходя из этого, вероятнее всего то, что в скором времени выйдут остальные ДЛС и, возможно, несколько патчей. После чего компания CD Projekt Red окончательно переключится на разработку игры Cyberpunk 2077. В любом случае, не стоит волноваться о том, что разработчики Ведьмака бросят проект на произвол судьбы. Провальный релиз ПК-версии Batman Arkham Knight. Те игроки, которые могут похвастаться своим мощным железом, не могут нормально поиграть в Бэтмена, даже при невысоких графических настройках. Во время активации NVIDIA Games Works начинают появляться самые разные баги. Кроме плохой оптимизации игры, в игре оказывается также недоступен еще и русский язык. Что тем самым вызвало просто бурю некодований у русских геймеров. Многие сходятся в том, что оптимизацию игры испортили два следующих фактора. Первое. К игре прикрутили антипиратскую технологию, которая известна как Denuvo. Второе. Это реализация эксклюзивных технологий от NVIDIA. Конечно, борьба с пиратством – это благородное дело, но лишь в том случае, когда она не ущемляет права честных игроков. Что же касается эксклюзивных технологий NVIDIA, то она не предоставляет тот уровень графики, которым можно было пожертвовать хорошей производительностью. Анонсирован Project Genome Mo RPG Shooter в космическом сеттинге. После уничтожения собственной планеты люди обратили взор к звездам, где, как им казалось, они нашли новый дом. Но не все так просто. Природа чужого мира отказала в гостеприимстве чужакам и началась настоящая война за выживание всего человеческого вида, рассказывают авторы в пресс-релизе. По словам разработчиков, ключевой особенностью игры является нелинейный сюжет. Игрок не ограничен определенным набором действий, но и каждый его поступок будет иметь последствия. Мир игры не ограничен одной планетой. Каждый игрок может построить собственный космический корабль, нанять команду и отправиться через звезды на исследование других планет. Правда, и в космосе игрок может столкнуться с опасностью. Чтобы добраться до другого небесного тела, придется преодолеть множество препятствий, среди которых космические битвы. 7 июля Project Genome выйдет на голосование Greenlight в Steam. И уже от игроков зависит судьба проекта. На этом мы завершаем наш выпуск. С вами была Арина. Если вам понравилось, ставьте класс, пишите отзывы и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч в новых выпусках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok